Девушки отдыхают 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 Нет, значит нет. Но тот факт, что женщины боятся, говорить о насилии. Он чувствует. Если даже на домашнем насилии женщины не обречаются в полицию, вот убьют, тогда приходите. Потому что муж говорит о словесном корресовании или каких-то случаях, которые очень тяжело доказать. Большинство женщин молчит. Поэтому все говорят, да может быть ни с кем это не происходит. Посмотрите, это вот они и будут. И это обычно, что говорят в случае, когда узнают о насилии и вставать. Это все у них было. Изначально не докажут, ничего не докажут. К женщине, как и все, аналоги, которые приходят на работу, делают свою работу, а к ней обращается просто пустой мясок. Можно потрогать ствола, назвать отчуткой, предложить стать любовницей. Ну, это возмутительно. Чего вы сегодня приходите добиться? Или это просто ваш профессор, и вы не официально не присядете? Мы надеемся, таким образом можно как-то привлечь внимание к этому. Это один из тысяч и тысяч фантастических тварей, как мы их называем, которые считают себя вправе поставать к женщинам, которые стоят ниже них на социальной лестнице. В данном случае этот депутат Слуцкий годами приставал к женщинам, к журналисткам, которые приходили брать на него интервью в Государственную Думу. Те самые люди, которые у нас очень заботятся об общественной морали, те самые люди, которые принимают законы прочей пропаганды гомосексуализма, которые вообще считают себя большими зматоками морали. Эти люди сказали, что Слуцкий сделал всю норму, что оснований для каких-либо санкций в отношении него нет. Поэтому, когда мы делали этот замечательный плакат, мы приделали к этому Леониду Миловскому фиговый лист, на котором написана комиссия по этике. Считают, что простые журналистки или наемные работницы, я уж молчу о обычных работницах, уборщицах, секретарших и так далее, являются их собственностью. С ними можно делать все, что угодно. Можно создать гарем, можно конкистовать, насиловать, покупать.